В региональный штаб обратилась супруга-добровольца Чигана Чепсынак. В сентябре муж ушел по контракту на Украину и не успел закончить все дела на строительстве нового дома для его большой семьи. Чигана к зиме подготовилась, только нужно сделать в доме проводку, подключить розетки и выключатели, а еще построить угольник. Сегодня ко мне приехали ребята из ОНФ, чтобы мне помогли сарай сделать, дровяник сделать и электричество подключить. Сейчас без мужа, конечно, мужских рук не хватает по дому, поэтому я обратилась и сегодня мне помогают. Чигана позвонила в штаб, вот волонтеры приехали в воскресенье посмотреть на фронт работ. Сразу же сделали замеры по электропроводке, определили место для угольника. Да, мы сегодня приехали с командой, чтобы ознакомиться с фронтом работ. Получается, надо будет здесь построить дровяник, материалы в принципе есть. Сейчас тогда мы все это сделаем замеры, потом также по дому надо будет посчитать проводку. И в рабочее время мы уже приедем здесь с ребятами, с инструментами и все сделаем. В сентябре этого года баллад «Чепсынак» на передовой. Он командир танковой бригады. За плечами у добровольца «Чеченская война», баллад «Ветеран боевых действий». У добровольца трое мальчишек, которые ждут каждого звонка от отца. В начале сентября он уже был в Луганске, и у них там учебная учебка была. А потом уже 1 октября он ушел в передовой и не выходил на связь уже 20 дней почти. И вот на прошлой неделе он на связь вышел. С ним все, слава богу, все хорошо, что у них операция там проходит успешно. Уже на этой неделе волонтеры помогут Чайгане в хозяйстве. В воскресенье определен фронт работы, сделаны замеры по электрике. Напоминаем, что республиканский штаб помощи военнослужащим из Тувы, созданный при инициативе главы Владислава Хвалыга, работает по адресу Кочетова, 155, телефон 2-17-44. Татьяна Рамазанова, Буян Мангуш, Айдана Сенденма, Тува-24.